Ржавая покосившаяся конструкция в самом центре станицы Азовской. Так выглядит накопительная емкость, которая обеспечивает водоснабжением все поселение. Три года назад тысячи людей начали получать воду по графику. На резервуар обрушилось дерево, из-за чего объем воды снизился на одну треть. О проблеме станичников Владимир Николаев приехал рассказать губернатору на личный прием граждан. У нас перерывы с водой. Они действительно есть. По четыре часа дают утром, четыре часа вечером. И вода подымается каждый раз, когда запускают систему прокачки, подкачки воды, мутная вода. Три года они находятся в таком режиме подачи воды, где они ее ждут. Либо есть график, либо его нет. Здесь, чтобы не было разногласий, нужно просто проблему эту устранить. Раз была вода три года назад на нормальной системной основе, то мы просто должны вернуть то, к чему они привыкли. И здесь я хочу обратиться к Евгению Владимировичу. И вот посмотрите на подобные ситуации, где какие-то техногенные ситуации, техногенные, либо уже стопроцентный аварийный износ, все равно у нас не настолько это критично. В целом, понятно, проблема серьезная. Но вдруг что-то повлияло вот на этот комфорт жизни, с точки зрения подачи воды, то надо не три года, даже не два, но максимум не полугода устранять эту проблему. Прежний накопительный резервуар восстанавливать нецелесообразно, рассказал глава района. Срок его эксплуатации превышает 40 лет. Проблемы с водоснабжением в станице Азовской поможет решить новый накопитель. Его возведут в течение трех месяцев при поддержке краевого бюджета. Станичники уже в ожидании, когда в их дома вода будет подаваться. Круглосуточно. Ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры – один из частых вопросов на личном приеме у губернатора. Евгения Лазарева приехала из Щербиновского района. Вениамину Кондратьеву она рассказывает о жизни в маленьком поселке Прелиманском, в котором проживают чуть более 60 человек. Ежедневно им приходится ездить в соседнее поселение с канистрами и бутылками, чтобы набрать домой воды. Поселок маленький, там всего лишь до 100 человек проживает. Но там пенсионеры, дети и как бы без воды. В поселке уже много лет не работает центральное водоснабжение. Почему так произошло, Вениамин Кондратьев интересуется у местных властей. Губернатору докладывает, трубопровод устарелый уже не предназначен для работы. Однако ремонт и замена центральных водопроводных сетей планируется уже в ближайшее время. Глава региона строго определил сроки. Водоснабжение в поселке Прелиманском нужно восстановить до 1 августа. В числе заявителей сегодня и Татьяна Будко. Для девушки попасть на прием граждану губернатору, как последняя попытка решить наболевшую проблему. В октябре из разгула стихии в поселке Станционном произошло обрушение двух мостов – пешеходного и автомобильного. Часть поселка Станцион осталась без автомобильного моста. Часть поселка осталась отрезана полностью от внешнего мира, так как мы живем на полуострове. У нас нет возможности выехать на своем личном транспорте, с городом по своим нуждам. Губернатору Татьяна рассказывает, что до большой земли жители поселка Станционный могут добраться только благодаря пешеходному мосту. Строительство нового путепровода уже запланировано на этот год, докладывает главе региона. Мост обойдется в 300 миллионов рублей. Однако Вениамин Кондратьев поручил подготовить отчет в целом по всем объектам, которые пострадали во время октябрьского ЧАЭС. Здесь поручение скоординируйте и министр ГОЧС края пусть подготовит комплексное решение. И уже достаточно времени про что? Чиним месяц и доложим. В целом по жителям, которые находятся в подобной ситуации. Теперь давайте по этому вопросу конкретно. Есть какое-то логерярное решение? Еще ранее муниципальное образование было разработано, проектная инвентация на строительство МОСТАП. 1 мая муниципальное образование подготовит землю. 1 июня мы проведем отбор муниципального образования по доведению денег. Я думаю, что с 1 сентября начнется встретиться данного моста. 1 сентября 2020 года автомобильный мост будет, по вашим подсчетам. И уже дети в 2020 году смогут с родителями на их автомобилях подъезжать к своей школе, там, кто будет довозить. Татьяна Батко, как и другие заявители, отправились домой с хорошими и, главное, важными новостями. Ведь на личных приемах граждан проблемы кубанцев находят оперативное решение при участии глав районов и руководителей краевых структур.